Акция «Безопасный лёд» объявлена в Бурятии. Температуры растут, а с ними риски провалов. Спасатели выходят с рейдом на лёд. Главное внимание на рыбаков. Это программа «Восточный экспресс». Здравствуйте, студия Наса Питонова. И вначале коротко о главных темах. Посягнули на неприкосновенное. Кто сегодня по воле депутатов лишился своих доплат, расскажет Светлана Семеренко. Очередные экологические нарушения обнаружила природоохранная прокуратура. Кто понесёт ответственность, выяснял Сергей Соголов. В Ланде заработала программа «Бережливая поликлиника». Что это такое и как это отразится на жизни пациентов, расскажет Байерма Роднаева. Их всё-таки урезали. В Бурятии сократили доплаты к вип-пенсиям. Решение принято на сессии народного хурала. Как прошло и на что депутаты предложили потратить сэкономленные деньги, расскажет Светлана Семеренко. С небес на землю. Падали долго и болезненно. Чиновники 15 лет не хотели расставаться с золотыми парашютами. В 2009-м прокуратура Бурятии пыталась через суд отменить республиканский закон о доплатах. Не получилось. В 2016-м их сократили на 40%. Но лишь на время. Мораторий действовал полгода. Окончательно подрезали тропы только сегодня. Мне не всё нравится в данном законопроекте. Но, скрепя сердце, всё-таки придётся проголосовать за него. Это несправедливо. Люди, старики отработают в своё время. Ну, вы их там всяко-разно обозвали, обругали. Вот эти ремни должны затягивать все. Начиная от высшего руководства. И уже затянули. Доплату к ВИП-пенсии главы Бурятии с 1 июня этого года сократят наполовину. Депутатам на 30%. Министрам на 10%. В среднем ежемесячная добавка чиновникам будет равняться 80 тысячам рублей. Руководители региона – 130 тысячам. В итоге бюджет только в этом году сэкономит более 12 миллионов рублей. В два раза больше в следующем. Деньги направят на улучшение жилищных условий многодетных семей. У нас сегодня в очереди 321 семья, у кого 6 детей и более. Поэтому, если мы в среднем закрываем 40-50 семей в год, а на одну семью предусматривается порядка 2 миллионов рублей, ну, на 6 семей мы увеличим. Вот только в пролюте вновь остались учителя. В год на их зарплаты направляют более 5 миллиардов рублей. Но и этого не хватает. Так же, как и самих педагогов. Бурятии нужно ещё полторы тысячи учителей. И один миллиард рублей им на зарплату. Но, похоже, больше делиться народные избранники не хотят. У депутатов денег нет. Они не исполнители, не ГРБСники. Вы ГРБСники. Чтобы депутатам объяснять, денег нет. Вы должны деньги найти тогда. Мы, Министерство образования, Сергей Григорьевич, каким образом найдём деньги? Неудобно, мягко говоря, даже в глаза педагогам там смотреть. Мы серьёзное законодательное собрание, мы должны, сказав, исполнить. Но как исполнить, сегодня так и не решили. В зале не прозвучало предложение и вовсе свернуть золотые парашюты. Тем временем элитных пенсионеров в Бурятии чуть более 200 человек. При этом их парение над землёй ежегодно обходится дотационному бюджету Бурятии почти в четверть миллиарда рублей. Светлана Сибиренко, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». Общественного деятеля подозревают в убийстве. Художника и председателя фонда возрождения староборецкой культуры разыскивает полиция. Зарикту Дугарова подозревают в нападении на 36-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу вечером 20 февраля. Он умер на руках медиков. Как сообщил брат убитого, трагедия случилась во время уличной драки в микрорайоне «Энергетик». Следователи опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. 54-летний Зарикту Дугаров объявлен в розыск. 20 февраля в вечернее время Дугаров с компанией молодых людей приехал в «Энергетик» к одному из кафе, чтобы принять участие в конфликте между его приятелем-перекупщиком с двумя братьями, которые пытались вернуть деньги за проданный последним автомобиль. Когда стороны сошлись, Дугаров приказал своим приспешникам вступить в драку и сам напал на одного из братьев. По версии следствия, в ходе потасовки Дугаров выхватил из кармана нож, которым нанес три удара противнику в грудь. После этого вся компания скрылась вместо происшествия. Любую информацию о местонахождении подозреваемого просит сообщить правоохранительные органы. Вредные вещества и нечистоты сливают в главный приток Байкала. Из-за очистных Селингинска природоохранная прокуратура подала в суд Республиканский Минстрой и администрацию поселка. Иск направлен новой прокуратурой природоохранной межрайонной. Она курирует три байкальских региона. Работу начали с потенциально опасных объектов. Очистные в Селингинске построили в 81 году прошлого века. С тех пор не ремонтировали. Бетонные резервуары дали течь. В Селингу попадают опасные стоки. Очистные сооружения находятся в предаварийном, полуразрушенном состоянии. Вследствие чего качество очистки сбрасываемых с точных вод в реку Селинга является крайне неудовлетворительным. Исследованные пробы с точных вод показали превышение практически по всем вредным веществам. Допускается отклонение от установленных нормативов от 2 до 50 раз. Прокуроры требуют устранить угрозу человеку и природе. В 2014 году очистные планировали обновить по программе развития моногородов за счет строительства птицефабрики. Разработали даже проект. Модернизация обошлась бы в 780 миллионов рублей. Но птицефабрику строить раздумали. А для воскрешения очистных нужен новый план. При формировании полного пакета документов и комплекта документов с прохождением всех необходимых экспертиз к этому объекту, именно как в разделе реконструкции очистных сооружений, мы готовы будем вернуться. То есть войти в федеральную программу сохранения Байкал. Федерация даже готова возместить 94% затрат. Но она действует до 2020 года и Селингинска в ней пока нет. Судьба очистных решится положительно, только если программу продлят. Сергей Соголов, Виктор Немаев, телекомпания Оригус. Бурятия осталась без аппарата для гистологических исследований. Важнейшая вещь для диагностики рака. Новость посеяла панику среди пациентов, ведь промедление может стоить жизни больного. Как собираются исправлять ситуацию, в вопросе разбирался Артемий Ушаков. Жители республики стали чаще болеть онкологией. Только по прошлогодним отчетам Бористата новообразования выявлены более чем у 7 тысяч человек. Запущенные формы рака давно перестали считаться редкостью. Люди требуют своевременной диагностики. Минздрав не может ее обеспечить. Среди пациентов растет недовольство. Вырезали опухоль и отправили ее на гистологию. Результата нет вторую неделю. Врачи никуда не торопятся. Анализов не дождешься. В Иркутске ту же гистологию за два дня делают. У нас завтраками кормят. По стандартам гистологическое исследование делается в течение пяти дней. Отвечает за его проведение патологоанатомическое бюро. Несколько лет назад сюда доставили специальный исследовательский комплекс. Только с его помощью можно быстро установить, что из себя представляет опухоль. И насколько она опасна. У нас имеется аппарат для гистологической проводки тканей. На данный момент он у нас находится в неисправном состоянии. Нами написано письмо в Минздрав. Ждем финансирования для того, чтобы его наладить или приобрести новый аппарат. А ведь бюро обслуживают все стационары и поликлиники республики. В среднем каждый день через аппарат проходили образцы опухолей 30 пациентов. Быстрый результат помогал правильно определиться с лечением и добавлял шансы выжить. В Минздраве на ремонт дорогостоящей техники денег нет. И будут еще не скоро. Имеются проблемы, связанные с ремонтом оборудования для проведения гистологических исследований. В Минздраве в Республике Бурятия в правительство направлена заявка на изменение закона о бюджете на 2018 год и о выделении дополнительных средств на ремонт данного оборудования. Цена вопроса 651 тысяча рублей. Деньги могут найти в бюджете, если правительство разрешит изменить закон. Окончательное решение по вопросу жизни и смерти примут не раньше апреля уже депутаты Народного хурала. Еще несколько месяцев может занять ожидание денег и сам ремонт аппарата. Многие пациенты до этого события могут и не дожить. Ежегодно от онкологии в России гибнет свыше двух миллионов человек. Артемий Ужаков, Антонина Болотова, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Чего не хватает в этой картине? Вопросом задался дежурный по городу. Появится ли в Сотниково центральное водоснабжение или хотя бы дополнительные водоколонки, узнавал Сергей Соголов. Улан-Удэнский авиазавод должен запустить производство замены Ан-2 уже в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России». Подробнее Герман Галсанов. Пять парящих колодцев и отключение тепла. Коммунальная авария произошла сегодня в Октябрьском районе. Тепловые коллекторы на улице Краснофлотска начали парить примерно в первом часу дня. Ремонтная бригада установила в одной из тепловых камер протек уплотнитель. Для устранения течи от тепла отключили два жилых многоквартирных дома. На месте работали пять сотрудников лондонского энергетического комплекса. Замена уплотнителя заняла полтора часа. Все потребители подключены к теплу. Все о перебоях с теплом знают жители Сотниково. И не только об этом. В числе проблем поселка нехватка воды, нескорая медицинская помощь и транспортная недоступность. О своих бедах жители рассказали главе Бурятии. Какие ответы получили далее в нашем сюжете. Господин Альчиров пообещал, что уж эту-то зиму мы мерзнуть не будем. Пожалуйста. Как замерзаем, так и замерзаем. Какая температура в Пурятии? Сейчас минус 10 в окно. 18 градусов. У меня квартира. 14, 10, 16. В зависимости от температуры на улице. Теплообменники, по крайней мере, когда делали обследование, они должны были выдержать. Потому что денег больше не было. Поэтому второй этап в этом году мы заложились уже. Сейчас теплообменники менять будем. Поэтому я думаю, что там проблемы снимется. Одна машина. Она обслуживает поселье, грудь, а Шурково служил Сотниково. А Сотниково какое у нас население большущее? Как они успеют? До 17.00 работают три скорые у нас. А после 17.00 в ночное время четыре бригады. Это сделано для чего? Потому что все они находятся под ГЛОНАССом. Все контролируются. И ближайшая скорая, которая находится, если приходит вызов, мы ее туда направляем. У меня самый больной вопрос по Сотникову. Вопрос о водоснабжении. Люди пьют талую воду. Вы представляете, какой ветк во дворе, да? Люди бурят 140 метров. И вода через три месяца уходит. Сейчас заканчивается проектная документация по скважине в Сотниково и по разводке. Сегодня глава сказал, что с мая месяца, как земля начнет оттаивать, уже начнутся непосредственно работы по скважине и по строительству разводки. Так что этот вопрос должен быть решен в этом году. Немало проблем в Улан-Удэ. Одна из них транспортная. Как разобраться в движении маршрутных автобусов в городе? Оснащение остановочных комплексов, пожалуй, без жителей. Проверил сегодня дежурный по городу. Улица Терешковой. Новые остановочные комплексы оборудовали здесь по всем ГОСТам всего несколько лет назад. Но учили не все. Кроме рекламы здесь нет никакой информации. Нет ни расписания или карты маршрутов. Люди не знают, куда и в каком направлении они могут уехать с этой остановки. Я в аэропорт поехала, и я не могла определить, какой номер куда идет. Сейчас их много номеров. И вот стоишь, и крутишься, и вертишься, и разглядываешь. Для людей, особенно приезжих людей, куда ехать, в каком направлении. Ну а это второй вид типичных уландэнских остановок. Карманы есть, автобусы останавливаются. Вот только ждать их приходится под открытым небом. Хотя не все потеряно. На некоторых остановках мы все-таки нашли информационные штендеры. Конечно, качество не очень, но зато информативно. Не хватает крыши, чтобы ждать там. Потому что дождь на улице будет, и промокнешь, пока маршрутки нет. Снег, чтобы не шел. Но есть такие остановки, так скажем, два в одном, где нет ни информации, ни каких-либо конструкций. Улица Конечная. Конечная остановка 42-го маршрута. Раньше здесь висел знак, его снимали и обратно не повесили. Мы обязательно узнаем, кто отвечает за оборудование остановочных карманов и появятся ли информационные штендеры. Ну а если и вы заметили что-то возмутительное, обращайтесь к дежурному по городу. Будем решать проблему вместе. Самолеты, которые должны заменить Ан-2, будут собирать в Бурятии. Серийное производство на Улан-Удэнском авиазаводе запустят в 2021 году. Планы обсудили сегодня на встрече с генеральным директором холдинга «Вертолеты России». На Улан-Удэнском авиазаводе создан центр компетенции «Экология» всего российского вертолетного холдинга. Здесь вырабатывается единая политика в области экологии и охраны труда для всех предприятий вертолетов России. Первое, конечно, это обезопасность работников холдинга при выполнении своих функциональных задач и уменьшение экологических выбросов на территорию, там, где находятся заводы холдинга. Благодаря работе центра удалось снизить плату за выбросы на несколько миллионов рублей. То есть быть экологичным выгодно. Центр был создан в Улан-Удэ в связи с тем, что у предприятия есть опыт работы в жестких условиях Байкальской природной территории. И для производства нового самолета ТВС-2ДТС Улан-Удэ был выбран не случайно. Традиции самолетостроения на заводе есть, сохранились. Поэтому и принятие решения о размещении производства самолета в Улан-Удэ было осознанным, не просто спонтанным, а осознанным, исходя из того опыта, который есть у самого завода, у специалистов завода. Опыт и знания, которые есть у коллег, они, конечно, будут существенно помогать и сокращать, и, наверное, количество ошибок, и те временные, и финансовые затраты, которые будут сопутствовать этому проекту. Пока существует лишь опытный образец, но его показатели впечатляют директор авиазавода. Самолет будет массовый. Это совершенно новый самолет, полностью композитный. Может летать в воздухе на расстоянии 4000 километров. Буквально, допустим, взлетит с авиазавода или с аэродрома нашего восточного, облетит все наши поселки и вернутся без одной заправки. Не нужно будет там делать келезаправочные и все прочее. Потенциальный спрос велик. Интерес к самолету высказала уже республика Саха-Якутия. Необходимы еще опытно-конструкторские разработки. Нужно будет найти замену импортным комплектующим, пройти сертификацию, наладить само производство. Но это того стоит. Новое производство, это, повторюсь, новые рабочие места. Это другая зарплата для наших граждан, для наших людей. Это новые налоги, новые доходы, то есть возможность решать и социальные вопросы. Это уверенность в стабильности работы завода в долгосрочной перспективе. Это только прямые эффекты. Есть еще и косвенные. В их числе – возможность развития судостроения на основе композитных материалов. Герман Голсанов, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Продолжаем программу. Смотрите далее. В Ланде заработала программа «Бережливая поликлиника». Что это такое и как это отразится на жизни пациентов, расскажет Байерма Раднаева. В честь Международного дня «Оптимиста» поднимала настроение горожанам Саюна Бухаева. Новый формат для поликлиник. Очереди короче, время приема меньше, услуги качественней. Все вместе – «Бережливая поликлиника». Улан-Удэ участвует в федеральной программе. Как скорые изменения почувствуют пациенты, расскажет Байерма Раднаева. В регистратуру детской республиканской больницы ежедневно обращается больше 350 человек. В год около 70 тысяч посещений. Можно и больше. Опытом с поликлиниками страны делится госкорпорация «Росатом». Ядерщики полностью меняют формат работы. Очереди сокращаются в разы, анализы обрабатываются быстрее, а на прием к врачу попадает больше пациентов. Внедряют этот опыт и в Бурятии. Проект «Бережливая поликлиника» должна сберечь главное – время. Вот так теперь в Улан-Удэ будут выглядеть все поликлиники. В этом году ремонт и переоборудование сделают в 11 медучреждениях. В ДРКБ, к примеру, раньше анализ создавали на втором этаже. Теперь это можно сделать на первом, рядом с регистратурой. Время приема биоматериалов с 8 до 11. В каждом из учреждений создается рабочая группа. Ее участники считают, сколько тратится времени на процедуры и как его сэкономить. Две поликлиники города за собственный счет под новый формат сделали ремонт. Никаких лишних движений и посторонних предметов. К примеру, стекла в регистратурах. Это, в первую очередь, прямой контакт, общение. Люди, во-первых, ведут себя друг с другом, напротив друг друга, более общительные дисциплинируются работники. Они сидят напротив клиента. Я думаю, что так и должно быть. А за кошком это как обгорожено, как барьер. Как минимум 4-5 раз в год мы сюда приходим. Стало удобнее, на самом деле. Во-первых, 4 окна. Утро – это надо на работу, ребенка привезти, сам на анализ сдать, и потом самому туда ехать. Чтобы все быстрее было, 4 окна – это очень хорошо. Эффективность детской клинической больницы еще будут мониторить. Ну а результаты в других регионах показали. Время получения льготных лекарств сократилось с 3 часов до 15 минут. Патронаж младенцев медсестрой повысился на 18%. Вероятность попасть на прием к врачу вовремя увеличилась на 30%. К 22-му году удовлетворенных качеством медобслуживания в стране должно стать больше на треть. Байерма Роднава, Борис Геленов, телекомпания «Ригус». Точно в цель. В Улан-Удэ прошли соревнования по практической стрельбе из боевого оружия. Турнир собрал более 100 участников из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. День защитника Отечества в Тире. Традицию, которую уже пятый год объединяет любители стрельбы на турнире, посвященную памяти ветерана стрелкового спорта Буреттии Алексея Шепелева. Нынче 7 классов открылись. Это классик, стандарт, продажный. Леди у нас собрали. А снынче в категории леди 11 девчонок. И в принципе 3 места. Ну такая тоже. Серьезная игра у нас будет в категории леди. И первый раз у нас собрали сеньоры. Если посмотреть на географию турнира, то по сути в Улан-Удэ вполне можно проводить чемпионат Сибири. В Улан-Удэ приезжают сильнейшие стрелки соседних регионов. Мы большие друзья с Бурятской федерацией. С федерацией Бурятий. Уже не год ездим. Очень интересные соревнования постоянно проводятся. Не только стреляем в тире, но и на открытых полигонах. Это карабин, пистолет, ружье. Ну и всегда рады приехать сюда и посостязаться. В числе участников призер Олимпийских игр по вольной борьбе Любовь Волосова. Теперь ее увлечением уже шестой год является практическая стрельба. Занимала вторые и третьи места. Один раз единственное выиграла. Выиграла в дуэльной стрельбе. Самое главное, наверное, ходу накроет. Четыре упражнения и как минимум сто выстрелов не отказался попробовать свои силы в стрельбе из пистолета и глава Бурятии. По итогам же соревнований в личном первенстве. Наилучший результат в классе «Стандарт» показал сотрудник СОБР полковник Александр Наумов и подполковник ОМОН Алексей Попов. Классик-классик, все призовые места заняли сотрудники Росгвардии. Старший сержант полиции Любовь Волосова стала третьей. Смех снижает уровень стресса, улучшает сон и укрепляет иммунитет. Об этом точно знают оптимисты. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Как поднимают настроение горожане? Об этом в нашем сюжете. Я сам оптимист, я всегда на веселе. Здравствуйте, вы со мной общаетесь? Вам как-то продает оптимизм? Вы радуетесь? Да. Может что-нибудь сладкое съесть? Улыбнитесь, пожалуйста. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Я слушаю музыку. За счет этого поднимаю свое настроение. Или какие-то шутки смотрю. Улыбнется. Это его рассмешило? Да. Это работает? Побольше проводить с ребятишками время. Они будут всегда радовать. Давайте обнимемся. Давайте. Поднимем друг другу настроение. Очень приятно. Спасибо. Просто нужно вспомнить что-нибудь хорошее из своей жизни. Почему бы не пожелать ей хорошего настроения? Вот и улыбочка появилась. Поэтому я чувствую, что от того, что мы рядом находясь с вами, да, желаем вам всего доброго, хорошего. А ты тоже что-то настроение поднимается, правда ведь? Очень приятно, когда люди делятся своим хорошим настроением. С утра горячее капучино и улыбочка. Здравствуйте. Поднимаем с утра настроение. Удачи вам. Спасибо. Всего хорошего. Вот простые обычные пожелания. Настроение поднимает и вызывает улыбку. Но в ближайшую неделю позитиво зарядились. Всего доброго. Хорошего настроения при любых обстоятельствах желает вам команда Восточного Экспресса. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»